Поступают детали переговоров лидеров нормандской четверки в Париже по украинскому урегулированию. Главный итог. Минский план остается в силе. Сроки выполнения могут быть продлены. Да, антикризисный процесс на юго-востоке Украины затянулся. Это признали все участники встречи. Но то, что в последний месяц в Донбассе практически не стреляли, уже достижение. Теперь нужно двигаться дальше. С подробностями Александра Черпнина. Их встреча в Париже продолжалась около пяти часов. Почти все время за закрытыми дверями. Сначала в узком составе, затем к лидерам нормандской четверки присоединились представители делегации. Франсуа Алант, выкладывая в свой инстаграм фотографии и короткие видеофрагменты, был на тот момент единственным ньюсмейкером. Благодаря ему журналисты могли подметить детали. Вот главы России, Франции, Германии, Украины на веранде Елисейского дворца. В настроении все, кроме Порошенко. А вот он же с Владимиром Путиным. Перед началом консультации жмут друг другу руки. Российский президент покинул резиденцию своего французского коллеги сразу после переговоров. Петр Порошенко уехал следом. То, что к журналистам выйдут только Франсуа Алант и Ангела Меркель, было решено заранее. Спикеры начали с главных итогов. Минские соглашения остаются в силе. Но сроки их выполнения теперь, 31 декабря этого года, не ограничиваются. Минские договоренности должны выполняться в определенном порядке. Чтобы следовать тому, о чем договорились в Минске, мы должны переходить от одного этапа к другому постепенно. Возможно, будем работать дольше срока, то есть после 31 декабря 2015 года. Есть процессы, записанные в минских договоренностях, которые требуют больше времени. А то, что процесс затягивается, так как обе стороны выполняют свои обязательства не в полном объеме, говорила на пресс-конференции Ангела Меркель. При этом минские договоренности канцлер назвала дословно «базой для мира». В ходе встречи был подтвержден отвод от линии соприкосновения легкого вооружения калибром менее 100 мм. Он должен начаться уже сегодня. Несмотря на то, что до сих пор не произошло полного отвода тяжелых вооружений, мы всегда находили путь для продолжения реализации договоренностей. Хочу отметить, что сейчас на юго-востоке Украины более спокойно. Это касается военных столкновений. С начала сентября в большинстве мест соблюдается перемирие. Есть надежда на продолжение процесса реализации минских соглашений. Представители Донецка и Луганска должны согласовать выборы с украинской стороной. Нашим намерением было обеспечить возможность проведения местных выборов. Эти выборы должны пройти по украинскому избирательному законодательству. Необходимо, чтобы выборы были организованы в рамках рабочей группы таким образом, чтобы их результаты были неоспоримы. Для этого должен быть принят закон о выборах. После его принятия в течение 90 дней выборы должны быть организованы. Мы говорили о таком важном моменте, как амнистия, которая должна быть вместе с выборами. А всем кандидатам должен быть предоставлен иммунитет на время выборов. На данный момент особый статус Донбасса в Конституции так и не закреплен. Введение закона об особенностях местного самоуправления отложено. Закона об амнистии для участников конфликта тоже нет. О том, что невыполнение политической части минских соглашений по-прежнему остается основной проблемой, не раз говорил Владимир Путин. Композицию Кремля по итогам парижских переговоров озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вести речь о выборах в отрыве от других соответствующих пунктов минских договоренностей, таких как политическая реформа и амнистия, не приходится. По сути, идет сверка часов о ходе реализации наиболее важных пунктов минских договоренностей. Подтверждена приверженность минскому процессу. Еще раз подчеркнуто безальтернативность имплементации всех минских договоренностей без каких-либо трактовок. По словам пресс-секретаря президента, поездка в Париж Владимира Путина получилась очень насыщенной. Помимо заседания в формате нормандской четверки, российский лидер провел с Ангелой Меркель и с Франсуа Оландом двусторонние встречи. На них обсуждался в том числе и сирийский кризис. Путин проинформировал, как проходит наша воздушная операция против боевиков исламского государства на территории Сирии. Он заверил и Оланды, и Меркель, что направлена она на борьбу с террористами и на сохранение целостности страны. На переговорах лидерах нормандской четверки затрагивался и газовый вопрос. Обсуждали так называемый зимний пакет для Киева. Говорили и про авиасообщение между Россией и Украиной, которое с подачи украинской стороны фактически прерывается. Следующая встреча в нормандском формате на уровне глав дипломатических ведомств четырех стран пройдет в начале ноября. Александра Черепнина, Марина Елисеева, Дмитрий Жгенти, Первый канал.